Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы продолжаем разговор о Лене Хэппи, которая продолжает радовать нас новыми роликами. Так, в последнем видео Лена показала, как она расставила мебель на веранде и привела в порядок рабочее место, за которым она будет создавать свои браслеты на продажу. Демонстрируя рабочую зону, Лена не применула ответить всем тем, кто возмущался по поводу того, что в новых апартаментах Лены не нашлось места для дивана. Как же бедная Лена будет расслабляться, как же Лена будет отдыхать? На это графиня ответила, что она очень много работает и у нее нет времени сидеть на диване. Я так понимаю, что это был камушек в наш огород, в адрес всех тех, кто сидит по другую сторону экрана, в засанных трениках, в засаленных халатах и на продавленных диванах. Но это ладно, это мы переживем. Самое главное это то, что Лена начала активно нам показывать то, что она ест. Она показала нам яишенку, которую она съела на завтрак, два яйца, две помидорки черри, лист салата. На обед тоже какое-то очень диетическое блюдо, азиатской кухни. Короче, все это Лена показывает потому, что она начала новый сериал, если можно так сказать, связанный с ее похуданием. Еще на своей прямой трансляции Лена объявила, что она начинает проект похудения. Именно так она выразилась. И вот этот проект начался. Лена серьезно взялась за свой вес, Лена активно худеет, а мы с вами будем наблюдать, как Лена постепенно будет сбрасывать все эти килограммы, стройнеть, худеть. Наверняка потом начнутся снова примерки. По мере того, как она будет худеть, мы снова будем все дружно искать талию. Помните, это уже все было на канале Лены. Это не первая попытка Лены сбросить вес, но почему-то все время ей что-то мешало. Сама Лена объясняет это тем, что когда она влюблена, что когда она с мужчиной, она начинает набирать вес, потому что ей трудно контролировать вот эти вот спонтанные желания перекусить. Ну, мы видели, какие порции Лена с Селимом уплетали в Турции. Лена не останавливалась ни перед чем. Трехэтажный гамбургер ей на один зуб. То есть, если для многих дам появление в их жизни молодого любовника означает, что они как-то естественным образом приходят в форму очень быстро, то в случае с Леной все наоборот. То есть, как только у нее в жизни появляется мужчина, и у нее, и у этого мужчины почему-то сразу открывается жор, и они оба начинают полнеть. Многие отметили, кстати, что за время пребывания Селимки с Леной он тоже стал поправляться. Живот висит до колен, все висит, мордочка еле помещается в экран. В общем, Лена вот такое оказывает влияние на своих мужчин, но и сама не отстает. Тоже мы наблюдали и с Вилькой. Помните, как они схватили тогда этот бочонок с печеньем и мчались через парковку, забивая людей практически на своем пути? Лена все приговаривала. Ой, сейчас попьем чаек, сейчас попьем чаек, ну ведро печенья. А когда они уже ворвались в этот трак и открыли это пластмассовое ведерко, этот контейнер емкостью в 10 литров, то выяснилось, что там не печенье, а попкорн. То есть, складывалось такое впечатление, что вечно голодные Лена с Вильямом, как сорвавшиеся с цепи, как с голодного края, залетали как саранча в этот супермаркет, хватали то, что им попадалось под руку, даже не считая, что это печенье, попкорн. Ну как можно перепутать? Там же большими буквами написано попкорн. Ну вот они схватили это ведро. В общем, я так понимаю, что Лена и здоровое питание это вещи несовместные. А ведь зачем-то же она устанавливала холодильник в этом траке, какую-то микроволновку. То есть, предполагалось, наверное, что она там будет готовить какую-то домашнюю еду, пока они ведут тракт. Возможно, она так и делала, но потом на десерт они ходили еще и докупали всякой нездоровой пищи. Вот такое впечатление складывается. Ну ладно, Вильям, это уже дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Сейчас же в жизни Лены новая глава, впереди светлое будущее, и вот Лена взялась за себя по-серьезному, теперь она будет сама все себе готовить и питаться только диетической едой. Тут я хочу, конечно, сказать, что я солидаризирую с теми комментаторами, которые советуют Ленне выходить немножко из квартиры, а желательно пойти на работу хотя бы на несколько часов в день, то есть не на полный рабочий день. Я соглашусь с этим, потому что мне кажется, что похудение, по крайней мере, похудение как проект, то есть так, как заявила нам об этом Лена, состоит из нескольких аспектов, так сказать. То есть, еда, да, еда это один из самых главных компонентов. Нужно есть правильную еду, не нужно обжираться на ночь, вообще нужно есть поменьше, это все мы знаем. Но не нужно забывать о том, что это еще и психологический момент. Нужна какая-то мотивация, чтобы держать себя в руках. И мне кажется, что вот сам факт того, что ты выходишь из дома, идешь куда-то и находишься среди людей, он тоже имеет огромное значение. Ну, я уже не говорю о том, что работать где-то на кого-то по какому-то контракту, это все-таки стабильность. То есть, пусть там немного платят, вот как, например, Лена же в школе работала, там ей платили вроде как не очень много, но зато это была стабильность, это была страховка. Ну, естественно, не за полный рабочий день никто вам страховку не даст, но тем не менее, ты знаешь, что в конце месяца ты можешь рассчитывать вот на эту сумму. Пусть она небольшая, если вы только на полставки, но тем не менее, ты можешь железно в конце месяца рассчитывать на эту сумму. Чего не скажешь, например, о том бизнесе, который ведет Лена, она же сама на прямой трансляции сказала, что у нее скачки, то есть у нее то 800, то 1200 в месяц за бусы, да, чистыми, то же самое с ютубом, или это по ютубу было 800, 1200, а по бусам там не то 2,5, не то 3, в общем, все время колеблется какие-то у нее цифры, на них нельзя рассчитывать, особенно при условии, что Лена, ну, не сидит на одном месте, она же все время мотается в Турцию, и когда она в Турции, то она не работает, ну, помимо ютуба, она в принципе не работает, и тут тоже как бы спад получается, да, в доходах, и поэтому, мне кажется, было бы неплохо иметь какую-то стабильную зарплату в месяц, пусть небольшую, на которую ты 100% можешь рассчитывать, а уже бусы и ютуб, это как сайт бизнес, то есть это как побочный бизнес, который будет зависеть от твоей активности, ну, по крайней мере, ты знаешь, что вот этот вот минимум ты всегда получишь, но помимо непосредственно финансового вопроса, работа вне дома также оказывает положительное влияние на то, чтобы держать себя в форме, это к вопросу о проекте похудения, да, сам факт того, что вы просыпаетесь утром, приводите себя в порядок, и идете работать в коллективе, является стимулом к тому, чтобы держать себя в форме, не распускать себя, а так что, Лена сидит дома, работает дома, сидячий образ жизни, в повседневной жизни она практически не двигается, единственное передвижение у нее это от рабочего стола до холодильника и обратно до рабочего стола, или в крайнем случае от холодильника до балкона, где она будет поедать на свежем воздухе то, что она откопала в холодильнике, в общем, я считаю, что Лене нужно серьезно подумать вот над таким вариантом, чтобы хоть несколько часов в день проводить вне дома, среди людей, это как-то сразу дисциплинирует человека, поэтому я считаю, что Лене действительно нужно серьезно задуматься над тем, чтобы проводить несколько часов в день хотя бы вне дома, это приводит в форму, это является стимулом для того, чтобы хорошо выглядеть, нет, ни мужики, ни Селим, ни Вильям, никто из мужчин Лены никогда не вдохновлял ее на то, чтобы держать себя в руках, держать себя в форме, наоборот, Лена всегда себя распускала, я так понимаю, что она просто всегда находила мужчин по себе, они все тоже любят поесть, и в связи с этим вот результат налицо, кстати, в прямой трансляции Лена сказала, что она вообще любит быть одна, она любит жить одна, но в то же время, говорит, я люблю быть замужем, вот такой парадокс, вот такая дилемма, ничего не поделаешь, и это, наверное, объясняет, почему Лена очень быстро расстается с мужьями, потому что в браке ей надоедает немножко, и ей уже хочется наконец-таки побыть одной, может быть, именно поэтому она так рвалась от родни, потому что она любит быть одна, ей не хочется ни с кем быть, но в то же время хочется быть замужем, понимаете, вот как быть, как быть в такой ситуации, когда любишь, просто ну любишь жить одна, и в то же время хочешь, чтобы был муж, я не знаю, моряк дальнего плавания, но такого она тоже не хочет, видите, она хочет, чтобы он был всегда под боком, чтобы с ним можно было развлекаться, и чтобы с ним можно было наслаждаться жизнью, в той же прямой трансляции Лена сказала, что она сделает отдельное видео, в котором она встанет на весы, вот такой аттракцион организует нам Лена, я не знаю, когда выйдет это видео, но, в общем, я так понимаю, что это будет видео года, видео века, Лена хэппи встает на весы, Лена нам все покажет, но я так понимаю, что она хочет немножко сбросить вес, вот она уже начала, села на диету, чтобы совсем, наверное, не шокировать честной народ, не шокировать публику, но это видео нам обещали, я надеюсь, Лена скоро его снимет, будет интересно следить за тем, как Лена сбрасывает килограмм за килограммом и превращается в спортивную стройняшку, я очень хочу, чтобы Лена снова начала танцевать, правда, в Турции она нам продемонстрировала танец, говорит, вот, пожалуйста, я хожу, я танцую, вот, пожалуйста, но хотелось бы зажигательных танцев, тех самых танцев, которые Лена демонстрировала нам, будучи в браке с Вильямом, в том браке танец был неотъемлемой частью повседневной жизни читы Миранда Санчес, именно поэтому я сейчас рекомендую Лене присмотреться к горячему кубинскому парню, возможно, мексиканскому, это такие возможности для развития канала, ну и для личной жизни тоже, потому что я так понимаю, что Селим не танцор, не танцор диско, он не любит вилять попкой, не любит вилять бедрами, в отличие от того же Вильяма, которого хлебом не корми, дай только сплясать ламбаду, жарит шашлык, танцует, Лена вокруг него извивается, вот это был праздник каждый день, а это чё там Селим? Одни сплошные мечты и только разговоры, а результата ноль, размечтались они с Леной, вот мы поедем в Анталию, мы будем жить в Анталии, это большой город, там много туристов, там нет никому дела до нас, мы будем ходить, держаться за ручку вдоль океана, потом вдруг посетили другой город, ой нет, давай лучше жить в этом городе, здесь намного лучше, но Лена нам не расскажет какой это город, и Селим ей обещает, что вот тут ты меня будешь снимать, на камеру вставлять в свои видео, я буду тебе помогать развивать канал, и вот два этих лопуха ходят и мечтают, мечтают, а ты слушаешь это и слушаешь и думаешь, боже мой, престарелая женщина на шестом десятке, впадающая активно в детство, а может быть и посерьезней там уже состояние, и вот все эти мечты, мечты о каком-то будущем, как они переедут в один город, в Анталию, а потом лучше в другой, а мы все это сидим и слушаем и думаем, боже, а за чей счет вы два нищеброда, одна нищебродка, погрязшая в долгах, и другой нищеброд без будущего, будущего ноль у обоих, ну одна ладно, ей хоть светит какое-нибудь, может быть, по старости полагается в Америке социальное жилье, пусть в гетто, но под мостом она не останется, при церкви ее прикормят, в конце концов есть родник, к нему всегда можно вернуться, не выкинет он Леду на улицу, но вот эти мечты о том, что мы переедем в Анталию, будем держаться за ручки, и ходить и бродить, и таким образом, каким-то мистическим образом зарабатывать деньги на совместное существование, ну это так смешно, ну неужели Лена сама этого не видит, господи, ну не хотел я, конечно, срываться, ну просто возмущению нет предела, да? Ну ладно, пусть мечтают, мечтать, как говорится, не вредно, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Ой, ну вообще-то тема этого видео был проект похудения. Лена активно занялась здоровым питанием, мы с вами все это будем, конечно же, отслеживать, обсуждать. Каждый килограмм, который сбросит Лена, будет для нас праздником, мы будем это отмечать и мысленно радоваться за нее, потому что мужики мужиками, силимоны силимонами, но свое здоровье дороже всего. Если мы о себе не позаботимся, никто о нас не позаботится, и уж тем более никакой сопляк, сидящий там за тысячи километров, не сможет оказать Лене никакую помощь, кроме, ну на крайний случай, моральной. А бывают такие в жизни ситуации, когда, ну не нужна никакая моральная помощь, нужна конкретная помощь. Ну для этого у Лены есть родни, не будем уж по кругу тогда ходить. По-моему, тут и так все понятно. Ну вот, в принципе, все, что у меня было по проекту похудения Лены Хэппи. Не знаю, что из этого выйдет. Верите ли вы в то, что Лена сбросит те 40-50 килограмм, которые она наметила сбросить в ближайшие месяцы? Получится ли у нее, наконец-таки, в этот раз осуществить свою мечту? В общем, будем за всем этим активно следить и также активно обсуждать на моем канале. Надеюсь, что у вас все хорошо, вы не болеете. Пожалуйста, берегите себя и до новых встреч у меня на канале. Пока-пока.